Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале Квездиди и сегодня в ролике у нас Мелрин на котле. Он имеет 7 ранг и у него 7 тир над данным героем. Против него у нас в этой катке будет играть Скиттер на спектре и всем приятного просмотра. Итак, давайте к закупу. Он купил у нас цирклетку, феррик, танго и несколько веточек. Далее хочет взять себе тапок для большей мобильности на линии. И взял себе иллюминейт на первом уровне для того, чтобы хоть как-то фармить на данной линии. Хороший блок от него и давайте посмотрим, кто же против него у нас будет играть в центре. Это будет Разор, достаточно сильный герой, но против котла он бесполезный. И получается у Мелрина будет максимальный фрифарм на данной линии. Так, у нас сразу же агрессия от Разора. Высосал урон, но это вообще незначительно. Итак, задувка пошла. Добьет милишника, добьет рейнджа. Хорошо. Немножко не хватило урона. И пока 2 на 0 с первой пачки. Распушил линию. Заходит под вражеской Т1. Пытается кого-то динайть. Но урона слишком мало. И не получается этого сделать. Окей. Задувка еще раз пошла. Будет левел 2 уже сверху. Взял себе Чакра Мэджик на восстановление маны. И теперь можно эту линию бесконечно стоять в принципе. Забирает рейнджа. Все супер. 6 на 0 пока отыгрывает. Шикарно. Уже летит к нему тапок. Распушиваем линию. Дальше идем леса. Стакаем. И это отличный геймплей на котла. 9 на 0. Убегаем на 40 секунды в леса. Стакаем средний. И также большой кемп. Далее ставить себе урну. Угу. Стакаем средний. Задувкой. И также сами большой. И потом все это дело зафармим. Со временем. Шикарно просто. Разорта забрать может. Но ему нужен огромный левел. И также шмотки. Так что наши стаки в безопасности. В принципе. 12 на 0 у нас у Малрина. И 10 на 2 у Розора. Есть ботл у Розора. Но как-то вообще все равно на это. Хорошая задувка. 4 с 4. 16 на 0. Можно дальше выдвигаться. Лиса стакать. 40 секунда. Почему бы и нет. 4 левел совсем скоро. Немножко блока. И возвращаемся обратно к стаку. Все делаем по таймингам. Стак пошел. И плюс стычки большой. Шикарно просто. Можно даже зафармить какой-нибудь кемп из этого. Средний кемп например. Потому что все уже колотые. А вот Розор держит линию. Это немножко неприятно. Урну себе доносит тем временем. О, Рэнджи. Ай-яй-яй-яй-яй. Пошел на статик от Розора. Тут даже плазма. Уф, неприятно. Ну хорошо. Стянул линию на себя. Нужен W5 для того, чтобы зафармить большой кемп. Есть урна. Окей. Дальше стягиваемся в леса. На 40 секунде мы уже здесь стоим. Стакать не будем. Большой. Средний хотя бы. Хоть что-то. Не хочет, да. Распушить линию. Апнуть левел 5. Но без стака сейчас. Есть левел 5. Теперь можно будет зафармить большой кемп. Но можно было бы и стакнуть. Потом левел взять левел 5. И все это дело зафармить. Ну ладно. Решел он видимо так. Далее оставить себе веса. Хороший выбор айтема. Колоссальное количество золота зарабатывает. И колоссальное количество экспы также. Линия запушена на него. Вообще классно. Шестой уровень. Взял себе форму. Далее задувает линию. Все шикарно. Ренджей добивает. И нажимает телепорт на верхнюю линию. Хочет сделать ганг. Вместе с МК и с Миньором. Пошла атака у нас по Миньору. Миньору очень больно. Задувка пошла по двум героям. Нажимает ультимативную способность. Минус котел. Дальше еще плюс феечку. Феечку оставляет. Но минус один урну зарядил. И шикарный выход от Маурина. Отлично просто. Осуждаем. Итак зацепили Розора. Розора нажимает ультимативную способность. Тут у нас телепорт от Миньора. Телепорт от Клока. И по-моему. Ой гранатка залетает. Также летит нас Джакира. Пытается как-то дефот. Но никак не получается. Возможно еще получится убрать и Джакира. Ууу. Хорошо. Задувка пошла. И это килл для Маурина. Шикарная работа от двух суппортов. Стянулись они сюда под шестую минуту. Вообще шикарный выход от них. Молодцы. Еще плюс активка для команды Дайер. Шестая минута. Это руна щита. Не самая лучшая руна конечно. Забирает себе ее котел. Или даже отдаст Маурину. Маурина отдает. И возможно можно выйти как-то на верхнюю линию. Попробовать убить еще раз вайпер. Это будет вообще шикарно. Введем его в максимальный тиль. И давайте посмотрим по нетворстам. Видим что Маурина занимает у нас лидирующее место. С огромным. С огромнейшим просто нетворстом. На целую тысячу. Опережает ближайшего ворга. Далее. Ставит себе апнутые стики. И также телепорты. Доносит себе также весел. И теперь невероятно сильный котел у нас на шестой минуте игры. С четырьмя тысячами нетворса. Вы только на это посмотрите. Куча баунти еще лежит. Забирает все для себя. Шикарно просто. Дальше стягивается на большой и средний кэм. Для того чтобы их стакнуть. И в дальнейшем также зафармить. Все делает максимально по таймингам. Молодец. Ага. Тут разор все понял. Сынтряк поставил. И просто-напросто зафармил. Ретит Маурин на низ. Пошла атака по скитеру. Скитерочек. Браточек. Куда же ты? И вот ты отправляешься в таверну на пятом левеле игры. Хороший выход от Маурина. Шикарная работа. Далее замедлили еще плюс Джокиру. Рядышком у нас. Даблкил от Маурина. Вау. Просто вау. 4.01 на седьмой минуте. 4.500 на Творца он имеет. И также восьмой левел. Невероятно сильный герой. Возможно даже новая имба. Сейчас вы его можете видеть во всех вообще играх. Потому что герой ну просто невероятный. Его нужно фиксить. Нужно убирать. Что-то с ним нужно сделать. Или я не знаю что. Но это что-то невероятное. Ууу. Тут еще стаки. Стаки для Маурина. Шикарно. Зацепили Розора в центре. Пошла атака по нему. Выходит два суппорта. Ну никуда. Тут колоссальный просто урон. Дарквилл. Далее можно зацепить. Задувка пошла. И это минус два для команды. Дайр. И уже две тысячи ведет команда Дайр на восьмой минуте игры. 5.100 у Маурина. Далее можно пробовать зацепить спектру. Хоть как-то. Суппортик у нас рядом. Но без ресурсов вон каких-либо. Так Маурин идет на Вайпера. Вайпер в опасности. Задувка у нас пошла. И минус Вайпер. Хороший выход у нас от Маурина. Шикарно. Он просто бегает и изничтожает всю карту. Просто везде. Снизу, в центре, сверху. Снизу, в центре, сверху. Еще пусть леса стакает и их же фармит. Но невероятная игра от Маурина. Вы на это взгляните просто. Как он отыгрывает вообще. Тычка. Выбегает на большой. И все это дело фармится. Вау. Пять тысяч шестьсот он имеет на девятой минуте. Это колоссальный вообще над ворс. Он просто огромный котел. Десятый уровень на девятой минуте. Это вообще что такое? Взял левый талант. Мне очень интересно посмотреть, сколько урона он нанесет к концу игры. Итак, у нас нажимается смок от команды рейдентов. Нужно быть аккуратным. Лишний раз не нафидить. Не хотелось бы вообще умереть в этой игре. А просто бегать, доминировать, доминировать и доминировать. Десятая минута. Активка. На скитера на пазе медлення пошло. Весел пошел также. Клок. Ульта. Как-нибудь сбить. Ооо. Выживает Малрин. Ооо. Точнее, скитер буквально на одном ударе. Рунного волшебства. Типа и скитер. Ха-ха-ха. Летит Малрин у нас наверх. В виде двух героев. Можно нападать. Видит еще плюс Разора. Разор пошло замедление. Ариена от Марса. Но это минус Разор. Ууу. Колоссальный урон. Далее зацепить. Ставится иллюминейт. Кастуется. Два на два пока Разор. Неплохо. Далее вайпера зацепили. Тут была вся команда Реддентов. Зацепить как-то скитера. Задувка пошла. Отжать. Сложно, сложно, сложно. Без каких-либо станов. На котле что-либо делать. Итак, 11 левел у него есть. 6800 на 11 минуте. Это что-то с чем-то просто. Что возьмет дальше, интересно. Дальше летит на нижнюю линию. Хочет играть суперагрессивно. Зацепил Ирозора. Промахнулся. МК. Стан. Задувка. Мимо. Бесл пошел. Еще раз замедлили. Задувка еще одна. Тут уже у нас Дарквиллу. Хорошо. Белиразора надо убивать. Также Дарквилл. Дарквилл также отправляется в таверну. И просто Малдрин восстанавливает все ресурсы. Далее. Ставить себя гоним. Оу, не гоним, а догон. Для того, чтобы максимально доминировать всю карту. И заодно выход на тире-1 снизу на 12 минуте. Открывается у нас тавер. Малдрин еще и линию пушит. И хилит союзников. И также фармит леса. Раскрывает он смок. Или там был не смок. Я не увидел. Ставится в орды. Пошла атака у нас на Малдрин. Должен быть какой-то сейв. Есть у него 19 стиков. Есть у него танго. На всякий случай надо выживать. Обязательно пошла атака у нас по команде Рейдентов. Хорошая арена. Отлично вырывается к лок. И это минус 2. Хорошо. Работает у нас команда. Дарь. И уже 6000 на 12 минуте. Колоссальная доминировка. Есть руна Регена. Для Маорина. Дэдэм у себя донотис становится чуточку плотнее. Теперь убивать его будет намного сложнее. Дальше в леса. Дальше фармить. Понимает все места как нужно фармить. Вообще гениальная игра от Маорина. Очень круто. Невероятно крутой игрок. Невероятно крутой герой у нас даже сегодня. Летит на нижнюю линию. Фармит леса. Линию распушивает. Мигают на Розора. Хотят вместе с Миньером на него напасть. Даже не нажимают смог. Чтобы вы понимали. Замедление пошло. Атака пошла. Дополнительный урон. И это минус. Еще призацепили Дарквилл. Дарквилл скорее всего так же отправится в помойку. Сейвим своих суппортов. Джакира здесь же. Дабл килл для Маорина. Надо идти дальше. Весел пошел. Задувка через одну секунду. Задувка задувается. И это Джакира. Бам. Вау. Просто вау. Восстанавливает ресурсы своим союзникам. Весел дает так же. Просто можно идти и доминировать дальше. Всю карту. 14 минута. 7 тысяч. Фармится вражеские леса. Лиша их фарма. И почти догон уже у Маорина. Доносит себе догон. Распушил верхнюю. О, точнее распушил центральную линию. Видит у нас вайпера в центре. Можно поднапасть. Можно пойти стакнуть себе леса. Зафармить их. Апнуть лвл 2 догон. И уже выйти на кого-то. Ну, либо же нафармить это на врага. У нас там файт начинается. На скитерка напасть как-нибудь бы. Задувка пошла. Хорошо. Пробили его. Минус скитер. Шикарно богоподобен для Маорина. У, разор зацепил у нас. Пытается как-то отзвонить. Неужели это смерть? Смерть. Стики были нажаты. Замедлили. Хорошо. Выжил. Фу, в опасности был немножко. 9-0-9. Покатнул Ирина. Не хочется лишний раз умирать. Можно его понять. У, зацепить. Убить. Догоном. Ой, как-нибудь. Иллюминает. Еще один. Отпустите. Ну, колоссальный урон. Как от плавы. Посмотрите. Убить очень сложно. Дарквилл никуда-то. Вольтует вообще. Что это такое? Дальше, дальше, дальше. Фармится леса. Не останавливается. Маларин. Буквально вообще в этой игре. Он просто бегает, бегает и бегает. И фармит, убивает, напрягает. Бегает, фармит, убивает, напрягает. Не дает вообще секундочки просто выждать. Джекира пытается отпушить, но уже ловит иллюминает. Очень больно. Вайпера уже напрягает, убивает его. Далее Разор. Разор также колотый. Джекира там. Скитер. Догон дать кому-нибудь. Убить. Догоном. Минус. Хорошо. Десяток килл. В копилку. Пятнадцатый уровень. Давайте посмотрим, что возьмет по талантам. Взял правый талант. Чакра Мэджик. Еще меньше колл-даун. Девять секунд. И тут сколько у нас? Одиннадцать секунд. Но плюс чакра Мэджик это вообще что-то невероятное будет у котла. Надо как-то что-то делать с этим героем. Но это имба. Это имба в центр, который просто взгляните. Одиннадцать тысяч семьсот он имеет на семнадцатой минуте. Это что-то с чем-то просто. И десять ноль девять. Он бегает всю карту. Просто изничтожает. Мне кажется, он любого героя сейчас убьет на карте. Просто любого. Минус сопротивление маны на джакера. Задувка пошла. Минус джакера. Минус дарквилл также. Вот жаль, не попал у нас. Лок. Скитерка. Зацепить. Убить. Ну как так? Слишком красиво отыгрывает Малорин. Заигрывается. Выставлю себе ресурсы. Зацепили. Все-таки умрет. Хорошо за дефу. Хорошо. Есть руны невидимости. Забрать ее себе. Через сорок секунд будет у нас спирит форма. Фу, как же он играет на нервах. Он почти умирает. Четвертый левел у нас уже догон есть. Хорошо, что есть еще элиса стакнутые. Какие-то суппорты это делают. Это просто, ну, спасибо им огромное. Суппорты всегда стакайте своим кором. Всегда. Это же база просто. Полностью база. Пятого левел догона. Через буквально... Соточку золота. Есть пятый левел догон. В 19-й минуте игры. Еще плюс весел. Еще плюс спирит формы. Это просто... Далее ставит себе окторин. Для того, чтобы еще все нажимать. Быстрее, быстрее и быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Видит Джекира. Миньор прыгает. Замедлили. И догоном просто добивает очередной килл. Делли Амалрина в копилку. Что у нас там вообще у МК, кстати? Глипмир. Замес. Убили скитера. Хорошо вышли. Вразмен на МК только. Это неприятно. Далее Розора зацепили. Розора также отправили в таверну. И плюс задефали свой Тирадин Тавр сверху. Можно пробовать его добить. Можно вообще рестница МК пробовать убить Рошана. Летит на телепорте вниз. Видит Джекира. Через 40 секунд может напасть, убить. В соло буквально. Хорошо время высчитал. Зафармил или сам. И отпушил линию. И купил себе уже Пойнт Бустер. Летит к своей команде на верхнюю линию. Пайт за руну Мудрости. Напали на Миньора. Миньор скорее всего отправится в таверну. Никак ему не помочь. Надо идти дальше файтиться. У Розора нет ультимативной способности. Почему бы и нет? Пошла атака по Джекира. Хорошо зацепили. Минус сопротивление маны. И просто-напросто догоном добивает. Минус один. Один в один. Неплохо. Надо идти дальше. Дальше получается файтиться. Но файт заклепнулся. Команды рядышком нет. Неужели зацепил и Чай Малрина? Малрин пытается как-то убежать. Но Розор рядом. Разворачивается. Малрин не боится буквально никого. Фу-фу-фу. Но столько прям, да. Скиттер улетает на телепорте. Вот не было рядышком команды, конечно. Это вот жалко. С командой бы он просто изничтожил их. Сотбустер себя купил. Уже несет. Стакает лиса для себя. Но это герой. Этот игрок с этим героем. Это вау, конечно. Нажимается смог. Вот команды реддентов. Файт у нас снизу. Какая-то безумная игра. Одни файты. Файт за файтом. Файт за файтом. Ууу. Арена по четверым героям. Вау. Минус Джекира. Хорошо. Минус китерочек. Браточек. Надо идти дальше. Дальше за вайпером. Вайпер также скорее всего отправится в таверну. И распушивается центральная линия уже. Минус 4 на 1. Классно. Видит Розора в топе. Надо идти пробовать его убивать. Но Розор это читает. Убегает. Все правильно делает. Молодец. Но Малурина когда это останавливала? Когда его это останавливала? У Розора есть БКБ. Хорошо. Решение. Нафармил. А не поздно ли? Хотя 17 тысяч. Еще можно. Хотя тут же и МК огромный. И Марс огромный. В скитерах буквально вообще игры нет. Это вообще не айтемы на этой минуте. Буквально ничего. У Розора хоть что-то. Но это тоже слабенько. Тут есть пика. Какой-то сейв. Какое-то решение. А вот тут есть БКБ. И также глиптер. Но тоже какие-то... Не особо классные айтемы. Нажимайте смоку от команды Резинентов. Пытаются они куда-то выйти кого-то найти. Идеально конечно выйти на Копла, убить его. Быстро, легко и классно. И уже от этого отыгрывать. Но не получается находить Малорина. Он слишком хорошо отыгрывает. Умирает Марс. Окей. Ужасный файт. Нужно отходить. Или попытаться через Клока зацепить. Клок летит. Сбивают ему. Малорин в опасности. Зацепили его через Айскрим. Скитара. Оуу. Как же он рассыпался. Господи мой. Что это за урон? Зацепить. Задувка пошла. Догоном добить. И шикарно. Это 17 фраг. Для Малорина. Старкает себе еще леса. Вообще супер просто все. И есть левел 20. Давайте посмотрим, что возьмет на 20 левеле. Это правый талант. На ультимативную способность. Доносит себе Актарин. И также купил себе уже Аганим Шар. Теперь он может телепортировать к себе союзников. И сразу же давать им Чакра Мэйджик. Это просто какая-то имбища. Боже. Какой же фарм. 20 тысяч на 26 минуте игры. Я даже не знаю. Может быть какой-то Хекс дальше взять. Или что-то еще. Какой урон по Скитеру. Господи ты мой. Колоссальный просто. Телепортирует себе у нас Клока. Дает Мэйджик. Чакра Мэйджик. На себя и на союзника. Сам уходит вниз. Возможно так же можно притпшить к себе союзника. ТП-шит. Окей. Есть Клок уже опять же здесь. Отыгрывают теперь снизу. Телепортирует так же к себе Минера. И тут 4 игрока команды. Дайр. Заходит неужели на ХГ на 26 минуте игры. Так у нас Мара Султану. Пошла атака у нас по Джакира. Джакира выж... Я думаю выживает. Но отправляется в таверну. Марс в опасности. Отправляется в таверну. Размен 1 в 1. Далее зацепили у нас Малорина. Как же больно было. Господи ты мой. Есть у него стики. Есть у него Феррик на всякий случай. Есть у него Весел. Так же пошла атака у нас по Вайперу. Вайперу очень больно. Месте с Разором. Хорошо пробиваем. Убили Вайперу. Убили Дарквиллу. Надо идти дальше. Вайпер все живет. Разор все-таки убили. И плюс убили еще и Дарквиллу. Минус 4. Дальше зацепили с Китарка. Бам! Минус 4 для МК. А в сумме минус 5 для команды Дайр. Шикарный файт. Молодцы. Безумная игра от Малорина. Дальше заходит на ХГ. Их просто Малорин всех отхиливает с Иллюминейтом. 8 секунд ультимативной способности. Ну и надо идти пушить. Ну вот. Вот этот герой. Ну вот он не пушит. Я нажать даже не могу. Ну вот нету айтемов пушить. Малорин развлекается под фонтаном. Просто уничтожает. 17. 0. 21. Вау! Сколько он остановил здоровья? Это я не знаю. Сколько он нанес урона? Это, наверное, тоже что-то за... За невероятное. Я хочу потом посмотреть. Это что-то с чем-то. Руна волшебства. Каю себе дальше покупает. Вкладывает. Верик. Мог бы уже нажать или продать его. Рошан? Да. А ему нафиг не надо, Рошана. Он просто будет фармить, фармить, фармить и всех убивать. Каю себе доносит. Больше еще урона от заклинаний. Хилит свою команду. Наносит колоссальный урон. Понимает об этом команда Радианта. Но сразу же нажимается на смок. Забирает Рошана. И Рошан, скорее всего, у МК. Окей. Распушивается верхняя линия. Сам же у нас Малорин стягивается на низ. Распушивает нижнюю линию. Потом на телепорте к своей команде. Еще плюс центр затянет. К своей команде попозже немножко придет. Зацепили у нас Вайпера. Вайпера отправляются в паверну. У МК есть Аегис. Шикарно убили одного. Распушил линию и уже пушится ХГ. Ого. На верхней линии есть уже у нас Малорин. Стягивается к себе. Атака по Дарквиллу. Убили двоих героев у команды Радиантов. Это Вайпер и Разор. Дальше идет файт. Отзонили врагов. Малорин улетает резко на центр. Откуда и прибежал. Господи, ты мой бегать по всей карте просто. Распушивает центр. МК уже в центре. Зацепили далее Дарквиллу. Дарквиллу в опасности. Задувка. И это килл для Малорина. Это шикарно. Вот и мне нечем ломать базу. Это, конечно, грустно. Был бы тут какой-то, нибудь бы, тераблейд бы, я бы не знаю. Он бы уже давным-давно бы все бы доломал бы. Распушивается нижняя линия. Кайя плюс Саша. Дальше ставит тебя Ганин. Ну, неплохо тоже. Что у нас там на 25-м? Иллюминейт. Неплохо. Или сильное развеяние, да? Ну, такое, наверное. Хотя... Выглядит неплохо. Так, у нас Джекир отправляется в таверну. Заходит по центральной линии. Есть Аегис. Есть файт. Напали на МК. МК больно. Скиттер нажимает ульту. Улетает. Ну, Малорин всех отхилит, поэтому особо бояться нет смысла. Так, у нас ластфайт получается будет. Хороший врыв от Клока. Добить. Добить. Хорошо добивает. Дальше падает тавер. Убили еще плюс Дарквилл. Минус тавер. Это что за пассажир? Минус центр. Зацепили дальше Разора. Очень больно ему. Сразу же на базу. Там у нас Клок напрягает. Не, Малорин не остановится. Он будет бить. Он будет избивать врагов на фонтане. Он такой. Да, мы все знаем. Под фонтаном файт. И Скитерка добить. Разора добить. Малорин все задувает и задувает. Задувает и задувает. Флок врывается туда же. Настолько прям, да? Главное только не зайти на ХГ и не умереть на фонтане. Очень сильно хочет. Прям очень сильно. Падает у нас трон. Осуждаем эти слова. Мы это не приветствуем. Ой, фурстахнули его. Много урона впитывает. Куда? Под фонтан. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 1500 золота. Что? Я не вычитываю это смерть. Это глупость. Он бы и сыграл бы на ноль. Чистая игра у нас была от Малорина. Одна смерть это не считается. Я так считаю. Но чудесная игра просто от всей его команды. От него. Безумный герой. Безумная игра, ребята. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. А, подождите. Куда это я? Рано, рано, рано. Давайте колоссальный урон посмотрим. 12 тысяч лечения. И по героям всего лишь 60 тысяч. Ну, я думал, больше, кстати, нанесет. Я думал, больше. На безумное лечение, конечно. Вот теперь, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.